Ребята, всем доброго времени и суток, с вами Полина, и игра Ходячие Мертвецы 2, второй сезон, то есть. Я вам хочу кое-что рассказать, что имеет отношение к этому моему прохождению, но никакого отношения к прошлому видео, ну то есть совсем немножечко, разве что. С момента записи прошлого видео прошел, я думаю, год, в общем, давным-давно я его записывала, и с тех пор многое изменилось. Тогда у меня не было моего нового игрового компьютера, сейчас он есть, и тогда мне пришлось начать прохождение и записать даже одно видео в моем ноутбуке. А ноутбук у меня был не очень-то и мощный, поэтому там было и разрешение так себе, и в окне я играла, и настройки были на самом минимуме. И сейчас же все кардинально изменилось, начиная с этого видео. Я уже буду играть в данную игру в новом своем персональном компьютере. Он намного мощнее ноутбука, и, в общем, сейчас все иначе. И разрешение намного лучше, в очень много раз. Никакого больше оконного режима, никаких больше низких настроек графики. В общем, теперь жизнь наладилась, можно так сказать. Однако того же я не могу сказать о Клементине. В прошлом видео, вот, например, она потеряла двух своих близких людей, с которыми она осталась после смерти Ли. И, по всей видимости, она теперь будет одна. И я не думаю, что это такая уж хорошая идея, чтобы эта девочка, да, которой столько пришлось пережить, но все-таки, чтобы она была одна без посторонней помощи, без помощи взрослых людей, чтобы она могла выжить. Я не знаю, мне это как-то в голове не укладывается. Ну что же, сейчас у меня тоже так себе настроение, поэтому я решила продолжить играть в эту игру. Я опять в мрачном настроении, у меня хандра вновь. И мне захотелось в эту игру поиграть, потому что эта игра как нельзя лучше подходит к моему настроению. Так, что у нас тут? Крементину, благодаря помощи зомби и абсолютно чужим людям, смыла потоком реки ночью в дождь и... И что же мы видим? Бедная Крема, она даже портфель свой оставила там где-то с готовящимся звериком, который должен был стать ее и крестой едой. О, бедняга. Она и продрогла, наверное, очень. И кушать, скорее всего, хочется. Камера как-то странно дрожит, по-моему, нет? Я понимаю, что Крем холодно, но камера здесь при чем? Почему камера дрожит? В общем, тут эта опасность, она была еще с первого сезона, но, по-моему, в этом сезоне она еще больше усугубилась, потому что здесь люди, которых как-то падальщиками назвали, или как в прошлом видео, они, в общем, никого не жалеют, ни детей выживших, ни тем более взрослых. Они как зомби, только зомби хотят, впрочем, и те, и другие хотят ради своего выживания убивать живых людей, однако мне все-таки кажется, что живым людям следовало бы объединиться против этой наступившей угрозы глобальных масштабов, но они вот и нет. Что это такое лодка, затонувшая, по всей видимости? На нее уж не уплывешь. Ого! Детский лагерь? Черт! А там ребенок. Господи. Понятненько. Да нет никакого желания на ней уплывать, простите, выступ, схватиться за него. Ну, я не знаю, ну давайте попробуем. Можно подумать, есть какие-то варианты, да? Хорошо, что не было зомби поблизости с... Да ладно, сумела все-таки выхватиться? Мяу, Климентила сильная, я бы, честно говоря, не смогла на руках подтянуться, вот ни за что в жизни. И тем более чувствуя голод, но не знаю. Да, блин, Кристо здесь, как же. Ого, это веслом убили ходячего? Ничего себе. А это что, могила? Черт, я не люблю могилы, потому что там, где-то под землей зомби. Ворона. Ворона меня пугает. Могила, странная могила. Неужели здесь похоронили одного из тех детей, которые разбились на этой лодке? Что с Климентиной? Она так смотрит безучастно, как будто... А, впрочем, о чем это я? Она уже привыкла к такому зрелищу. И, пожалуй, это зрелище, оно самое безобидное из того, что она видела, поэтому... Надеюсь, тот зомби мертв. А, нет, не веслом убили, а знаком. Ого, гошеньки, ничего себе. А вот это, кажется, ее больше поразило, чем могила. Мяу. Меня, честно говоря, тоже, пожалуй. Бедняка Клем. Теперь, хоть она и ребенок, ей остается надеяться лишь на себя. Интересно, а что там? Может быть, там тоже тропка какая-нибудь? Нет? Ничего, да? Ладно, что ж, мы нашли тропинку. Давайте, блин, реально повезло, что пока Клем без сознания лежала на пляже, там не было зомби. Потому что... Иначе она бы даже и не проснулась, наверное. Все, идем в неизвестность. Это хуже всего. Нет ничего хуже неизвестности. Уж лучше какие угодно новости, чем неизвестность. Отлично, мы в еловом лесу, да? Так, спокойствие, только спокойствие. А если назад пробовать уйти? Что получится? Нет, ничего, да? Там невидимая стена. Ну что ж, как обычно. Ладно, давайте ускоримся. Блин, еще один знак. Я просто не могу в это поверить. Мы теперь абсолютно остались без тех людей, кого знаем. Вокруг незнакомый, враждебно настроенный мир. Господи, во что мы влепли? Зачем этот зомби-апокалипсис? Боже. Знаете, что вас окружает? Вам могут съесться черные медведи, койоты и зомби. Больше на него не посмотреть, да? На знак. Ну, видимо, волки там еще. Черт. Блин, мало того, что зомби опасные, да? Так забраться на упавшее дерево. Здорово. Так, а... Еще всякие дикие звери. Интересно, а дикие звери могут зомби становиться или нет? Просто, если да, то это, ну, очень нехорошо. Черт, холодно. А одежда, кажется, все еще немножечко мокрая. Плохо. Так и заболеть можно запросто. А иммунитет, думаю, у Клем так себе, потому что питается она в последнее время не очень хорошо. Последнее время это с момента наступления зомби-апокалипсиса, я имею в виду. Что? Кто там? У меня плохое предчувствие. Боже, господи, тьфу-тьфу. Тень какая-то странная с левой стороны. Неужели это моя тень? Две вороны подряд, гадина, нафугали меня. Что у нас тут? Тут, кажется, ничего. Блин, хоть и страшно, но давайте побыстрее пойдем. Так, что? Кто это? Птица? Пес! Собака, лучший друг человека! Не-не-нет, мы друзья. Мы друзья, ты запомнишь об этом? Давайте попробуем погладить. Что-то она, да, как-то тоже не совсем дружелюбно настроена. Черт, а ведь собака могла бы стать и правда моим другом, и мы бы могли вместе попытаться выживать в этом мире. Она бы могла предупреждать появление зомби, например. Подсказывать нам, что пора уходить, потому что там какие-то враждебно настроенные люди или зомби показались, или еще что-нибудь. Вообще, собака это хорошо. Все, теперь мы друзья навеки, пес. Клем, может, не стоит, а? Все же известно, что лучше не шуметь, а то, ладно, зомби, от них убежать хоть можно. Согласна. Проверить стоит. Желудок дает о себе знать. Пес какой-то странный, пес. Можно погладить тебя, пес? Или поговорить с тобой, в крайнем случае. Я хоть и не знаю собачьего, но может быть хоть как-нибудь. А погладить? Интересно, разрешит или нет? Только бы не укусил, только бы не укусил. Все, друзья. Уже даже и не рычит. Ого, ничего себе. Все, мы точно подружились. Что у нас тут? Фу, там мухи. Даже здесь? Фу, не хочется туда лезть? Вообще не хочется, но ничего не поделаешь. Придется. Преодолевает вращение. Кажется, это мусорка. Вряд ли здесь найдется что-то. Да ладно. Да ладно, пес. Мы сможем поесть. Давайте поищем то, чем можно эту банку открыть. Что это? Веревка на дереве? Палатку? Посмотрите. Давайте осмотрим. Очень даже хорошая идея. Я вот заметила, что в этой игре все какие-то странные люди. У них очень короткие ноги, по-моему. Жесть. А, это что, банка? Пусто. Летающая тарелка? Давайте бросим. Может быть, пес, несмотря на голод, решит поиграть. Камни странные. Да, на голодный желудок поиграть, то, что нужно. Нет, кажется, он хорошо настроен как раз для игры. Да ладно. Какой хороший пес. Ничего себе. Слушайте, здорово. Давайте еще раз бросим. Как? Тарелка там же, в колоде, где и была до этого? Он же, по-моему, положил ее перед клемм. Как-то так это было. Азарт. Какой пес хороший. Ну, черт, какие клыки. Такие острые-острые. Я думаю, с ним лучше не связываться. Я не думаю, что в этой потрепанной палатке кто-то будет. Да уж, палальщики себя ждать не заставят. Так, давайте коробку на потом оставим. Глянем, что у нас тут, например. Ладно, пороемся. Я просто знаю. Ого. А, так вот, чей-то пес. Я просто знаю, к чему здесь некоторые моменты могут привести. Ну, например, как открыть ту банку консервную и так далее. Поэтому я спешить не хочу. Поглазим пса еще раз. Ну, знаете, пусть это укрепит наши отношения и всякое такое. Клем, куда ты? Иди ко мне, пес. О, ничего себе, как мы сдружились. Здорово, хорошо. Теперь у меня есть друг. Ну что же, я... Я лишилась твоих. Хорошо бы вообще-то. Я лишилась твоих. Черт, что за рык? Медведь? Я лишилась своих друзей, но у меня появился новый друг. Здорово. Давайте глянем. Почему на дереве веревка? Боже. Там испорченные продукты, испорченное мясо. Боже, это зомби. Мангал смотреть? Но ведь я хотела на макушку зомби глянуть. Ого, что с мангалом. Блин, было бы совсем неплохо иметь... ...палатку. Вы знаете, в дождь она бы защитила, а то приходится мокнуть. Пес, что нашел? Нож. Что-то я так не думаю. Ого, ничего себе. Тут же остальное, а не Ализа мучили. В смысле? А, руку пытались отрезать. О, боже. Нет. Надо уходить отсюда. Я коровку ведь не обыскала. Черт. Ну да. Как же. Он вон через веревки проходит. Сквозь них. А это то, что нам надо. О, да. Ножом руку пытались отрезать. Это вообще как? Естественно, человек скончался от болевого шока. Может быть, это отец семейства, кстати говоря. Ну что, заберем? Ножичек. Нет. Просто так он его не хочет отдавать. Ох, а это что так? Черт. Я надеюсь, зомби сейчас не поднимется и на меня не нападет. Надо его убить, в общем. По-другому дела не делаются. К сожалению. Ну, извини, чувак. Ты, конечно, помучился перед смертью. Отправляйся-ка ты в ад. Да ладно, этого хватило? Я так и знала, что нет. По-моему, мы его разырили еще больше. Только бы он сейчас не вырвался, и иначе нам конец. Сколько же это может продолжаться? Клем такая сильная, чтобы этот сок удерживать. О, боже. Надеюсь, у пса не хвастит ума съесть труп у этого полу сгнивщика. Пес внимательно слушает. Ох. Ну и зрелище. Обыскать карман? Там позвякивало что-то как будто? Возможно, ключи? Да ладно, Клем. Вот так запросто очистил от крови? А теперь пора кушать. Блин, я же коробку не обыскала. Черт. Хочется думать, что там ничего полезного не было. Сейчас уже возможности обыскать ее вновь не будет, к сожалению. Печально. А можно как-нибудь подняться отсюда и уйти? А то я коробку не обыскала. Очень хочется это сделать. Блин, жесть. Как можно ножом открыть консервную банку? Мне кажется, для этого нужен специальный предмет. Что там? Что там? Бобы? Бобы! Как кушать их? Грязными руками? С псом нужно поделиться. Покормить собаку? Это же наш друг все-таки. Тем более, ему тоже очень хочется кушать. Ну, давай сделаем немножко бобов. Оу. Хорошо, что они... Блин, что? Боже! Что делать? Мамочки! Боже! Жесть! Черт! Вот тебе и друг! Вдруг! Господи! Ужас какой! Ничего себе! Что там такое? Бедный! Господи! Давайте, наверное, убьем... Это же ужасно, что он так мучается, бедняга! А бобы-то из банки не рассыпались! О, боже! Нет! I'm... Sorry! Вот так всегда. Только встретишь нового друга и тут же потеряешь. О, боже! Ничего себе, какая рана! Господи! Ну и ну! Я пересталась без друзей. Не умею я их заводить. Бедный пёс. Блин, как же она его так оттолкнула от себя, чтобы он прямиком на эти штыри упал. Жесть! И потрепал он клемм нехило, хорошо, что хоть... Блин, а если бы он вот так вот на штыри не налетел, он бы мог подняться и... Ну, испробовав уже крови человека, возможно, даже плоти немного, он бы мог просто её, ну, сожрать. На куски разорвать. Бедная крем. Ну и пса жалко. Жесть! Блин, я бы не смогла ножом, который я вытащила из тела зомби, открыть банку консервную. Из которой потом я бы собиралась покушать. Это уже с Алиском, так ведь изразиться можно. Бедняжка, она отключилась, что ли? Это жар у клемм? Ах! Так, нехорошо. Нехорошо, очень нехорошо. Нельзя отключаться. Чёрт, сил нет идти. Но надо. Блин, они чуют кровь. Они и так присутствуют, они чуют. А тут она ещё ранена. Бегите! Простите. Очень, 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 очень сильно сложно бежать. С такой-то рукой. Мамочки. Кью, кью. Кью, приди на помощь, пожалуйста. Кью. Кью, 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 кью. Кью, помоги. Что это такое? Кто это? Ничего себе. Кто это меня спас? У меня новые друзья? Вряд ли бы. Как их там падальщики это стали делать? О боже. Новые друзья. Чёрт, сколько зомби. Нет, одной клемм не выжить, конечно. И здесь было бы. Жесть. В этих лесах полным полу зомби. Люди, вы кто? Спасибо за помощь. Но кто вы? Это мы пока в безопасности, но если задержимся, то... А по мне видно? Да, просто оставьте меня. Оставьте, оставьте меня. Скрытие? Ещё бы. Меня друг недавно предал, мы с ним из Эды... ...подрались. А ты мне тут рассказываешь. В смысле? Выжить пытаюсь. На нас напали. Да, уж они с собой не церемонились. О боже, так вот что они готовили. Жуть. Ну как тебе сказать? Они на самом деле не знали, что у нас ласка там готовится. Да, приятно познакомиться. Я Мандаринка. Это Мандаринка. О, как хорошо. Эй, поосторожнее. Потому что она мертва. Посмотрите, но укус. Я же говорила, бросьте меня, блин. Ну вы, блин, дайте. В радиотростовом мужике поддались панике. Хоть гляньте, но вкусно, правда. По мне видно, что я сейчас могу напасть. Буквально через секунду. Мы же сначала умираем, ну люди, а потом только... Ай. Рукав пристал к ране. Да ладно, серьезно? Непонятно, разве. Я ее убила. Пришлось, к сожалению. Клем, молчи в подробностях расскажи, а то как-то странно звучит. Согласна. Но если бы я этого не сделала, она бы умирала в мучениях. И, возможно, ее бы начали жрать зомби. А она бы все еще была жива. Да. Да. И в глаза смотрю, да. И говорю правду тоже, да. Отлично. Хоть кто-то благоразумен здесь. Спасибо тебе большое. Да уж, это падение привело меня в чувства. Как хотите. Я, пожалуй, пойду по своим делам. Тоже мне так с ребенком обращаться жуть. Эй, дом. Он выглядит довольно безопасно. Я очень давно ничего не ела. Ооо. Бедная Клем. Ничего себе. Мало того, что голодная, Мало того, что кровь Кровь столько потеряла, Так и еще и люди, которые не доверяют. И ужас. Так, все. Меня сохранили. Давайте на этом пока остановимся. Потому что я знаю, что будет дальше происходить. Поэтому это мне позволяет Ограничивать себя в игре. И, в общем, не играть так уж долго. Надеюсь, что этот ролик вам понравился. Ставьте большие пальцы вверх, если да. Всем всего хорошего, ребята. Не попадайте в неприятности. Не создавайте их себе. И всем пока.